ну что друзья вот и я сам попался в лапы мошенников так как я занимаюсь страхованием естественно я попал мошенникам именно тем которые разводят всех на страховках сейчас ситуация такая осаго на грузовик очень сложно оформить вообще в целом практически невозможно нормальным способом то есть прийти в офис до принести документы приехать на этой машине и оформить этот полис это нереально потому что ни одна страховая компания не берет грузовики на страхование ссылаясь на то что это убыточный для них бизнес соответственно на рынке очень много такого транспорта в том числе из моих друзей знакомых и клиентов которые постоянно пользуются моими услугами в сфере страхования и вот один из таких сегодня клиентов обратился ко мне с просьбой срочно помочь ему оформить страховку осаго на грузовик так как я занимаюсь страхованием я естественно взялся за это дело до обратился в так называемые чаты в telegram которые занимаются непосредственно страхованием вот такого не сегментного транспорта который не берет ни одна страховая компания простым обычным способом написал объявление что ребята пожалуйста помогите есть вот такой-то грузовик он абсолютно нормальный с нормальным собственником водителем но по какой-то причине его просто никто не хочет страховать прошло какое-то время и на сообщение мне в лично на сообщение мне в личку ответил один из тех людей которые находятся в этом чате так называемый олег он и был записан как олег с своим ником добро страхование всем внимание да добро страхование всем то есть это так называемый ход мошеннический чтобы все понимали что этот человек занимается страхованием и несет добро в массы написал мне сразу же возможность которую которая у него есть до сказал что он легко оформит то что я просил и попросил прислать ему документы ну естественно я человек в этом плане очень осторожный да и всегда проверяю таких персонажей но в данном случае я решил все-таки воспользоваться этой услугой потому что мой товарищ просил очень быстро это сделать и кроме на него этого мошенника больше никто не откликнулся на мое сообщение именно в тот момент я отправил ему документы достаточно быстро получил расчет да где собственно стоимость страховки осаго была такой же как и я предварительно рассчитал своему другу даже с комиссионным вознаграждением агентским что в принципе нереально на сегодня по грузовым автомобилям да есть конечно такие ситуации когда за грузовые автомобили платят комиссию но это крайне редко и практически невозможно найти сейчас до на рынке страхования но он мне пообещал пять процентов еще комиссионного вознаграждения я очень сильно удивился но решил пойти до конца попросил его прислать ссылку на оплату потому что я работаю только через ссылку и в данном случае он мне сказал что друг мой так как я работаю агентом и очень часто меня просто обманывают нерадивые клиенты которые которым я присылаю ссылку на оплату они оплачивают регистрируют автомобиль в мрэо после чего идут и расторгают полис не знаю почему зачем это какой-то вот для меня значит интересный момент но я не стал вдаваться подробности почему потому что сказал что вот именно поэтому он ссылку мне прислать не может так как полисы расторгаются очень часто теми кто их оплачивает сам и деньги возвращаются людям а он с этого ничего не зарабатывает поэтому он попросил ему перевести денежные средства по номеру телефона еще один момент номер телефона привязан к киви кошельку то есть я очень часто пользуюсь разными услугами разными банками ну вот меня уже сбербанк блокирует потому что у меня частые переводы до сказал он мне блокирует другие банки поэтому единственная возможность с которой мне можно работать это киви кошелек еще один такой фактор которым пользуются мошенники переводы на разного рода каш кошельки никогда этого не делайте я естественно поверил и пошел еще дальше стал с ним переписываться в отцапе то есть мы поменяли площадку мессенджеров стали общаться общаться в ватсапе ну это такую наверное доверительную часть в мою сторону до сработало и я начал больше и больше этому человеку доверять хотя сначала я ему говорил о том что это только мошенники так могут сделать с переводом и так далее но в моей практике был опыт сотрудничества с одним человеком когда я ему переводил деньги за оформленные страховки и он не тут же их присылал то есть поэтому я в принципе человек доверчивый и ну просто ему поверил потому что опыт был положительный до этого с другим человеком и все нормально работало я естественно после какого-то времени общения в отцапе мы поняли что даже живем в одном городе он находится в санкт-петербурге он назвал мне адрес по которому он проживает я пробил по карте да действительно есть такой дом есть в общем то этот адрес он реальный и в принципе он даже предложил мне на следующий день встретиться вместе попить кофе да пообщаться над общими делами как мы можем друг другу быть полезны как мы можем работать в одном и том же направлении на это все больше и больше ну располагала к человеку скажем так после чего все-таки он говорит ну а что будем делать с этим полисом точнее я уже стал настаивать давай быстрее оформим этот полис я понял что этот человек показался мне достаточно опытным многие вещи говорил грамотно и на многие вопросы отвечал очень грамотно и все-таки я сам решил перевести ему эту сумму необходимую сумму не совсем большая это 3400 рублей в общем то после того как я ему перевел эти деньги он еще какое-то время со мной общался то есть он не говорил да да сейчас полис будет готов буквально через пять минут я берусь за его работу вот сейчас доделаю двух-трех человек которые были уже в очереди и вот сейчас я прям возьму твой полис прошел час то есть полиса нет прошло еще полчаса полиса нет в итоге прошло два с половиной часа он все это время поддерживал со мной связь разными сообщениями скоро все будет уже я сел за компьютер уже начал вводить данные уже готовлю выпуск полиса уже нажимая кнопку выпускаю полис ну и в какой-то момент я решил просто ему позвонить я им позвонил сказал олег ну что в итоге будет ли полис на что он не ответил пять минут и все будет готово и после этого перестал выходить на связь просто отключил связь во всех мессенджерах в телеграм он удалил полностью аккаунт и всю нашу переписку с ним в ватсапе он естественно до него не доходят сообщения да на звонки в ответ я слышу что данный абонент недоступен то есть телефон выключен и вот такой по сути дела результат результат покупки полиса осаго у незнакомого человека через чат и которые работают непосредственно с сложными полисами в телеграм то есть поэтому друзья я и прошу обратить внимание всем на это мошенники сейчас не только в сфере банковской но еще и в страховой сфере и так как я сам лично занимаюсь страхованием более 12 лет я именно на этом буду делать вот эти видео ролики следующий ролик обман и мошенничество в сфере каска ждите скоро он будет спасибо всем пока